Масленицы Во время праздника жителям напомнили, какие традиции связаны с каждым из дней Масленичной недели, что делали и куда ходили на Руси. Вторник. А еще как он у нас на Руси назывался? Так, я слышала, слышала, кто-то сказал. Встреча. Ой, нет, не встреча. Заигрыш. Конечно же заигрыш. В этот день девчонки. Ой, девчонки. Приискивали себе. Вот прекрасных мужчин, парней. Пока одни участвовали в веселых викторинах и конкурсах, другие дегустировали блины. Главная задача поваров, чтобы никто не ушел голодным. Ведь Масленица – это в первую очередь праздник вкусной еды накануне Великого Поста. Раздаем блины, конфеты, сушки, чай. Все это администрация городского поселения Правдинский. Ну а остальные предприниматели. Веселые конкурсы и забавы чередовались с выступлением народных коллективов. Для жителей пели и плясали артисты из фольклорного ансамбля «Сударыня-барыня». Любимая встречала в красивом платье голубой. Рядом с концертной площадкой организовали торговлю сувенирами и изделиями декоративно-прикладного творчества. Николай Коломен-Чербачев – представитель одной из старейших профессий. Вместе с женой он расписывает бересту. В нашей Братовщине были когда-то угрофинские племена. Это племя Марии. И на основе их культурного наследия мне удалось создать новую роспись. Я ее назвал «Братовщинская». А маленькие работы – это пермогорская роспись, тоже относится к угрофинским племенам. В шумные хороводы и игры детей и взрослых вовлекали традиционные герои праздника – скоморохи, зимушка-зима, другие. Проводы зимы прошли весело и задорно. Праздником горожане остались довольны. Есть возможность прийти с детками, погулять, показать. Блины, конфеты, баранки – все так здорово. Веселье, хороводы – это замечательно, что сейчас есть такая возможность. Мне запомнилась карусель. Мы брали изоленту и водили хоровод. И надеясь, это правда желание будет исполниться. Еще мне понравился этот танец. Очень хороший. А мне все понравилось. Отлично, что тут все бесплатно. Можно сходить на площадку. И так недалеко, наверное. Мне даже понравилось. Нигде такого не было. Я уже где-то не жила, не было такого нигде. Что бесплатно все давали, такого никогда не было. Я все время все за деньги покупала. Инга Лапикова, Константин Кузнецов, Александр Девкин, Пушкинское телевидение.